По-прежнему на опасных перепутьях у чужих ворот, в гладиаторских поединках с защитниками. У многих болельщиков при виде этого зрелища наверняка заныли старые раны. Судя по итоговому счёту, локомотив победил, выражаясь боксёрским языком, за явным преимуществом. Но это не совсем так. Зиловская торпеда долго и отчаянно сражалась. Особенно усердствовал эмигрант Писарев, который ввязывался в любую стычку и набил себе и соперникам немало синяков и шишек. Конечно, Лока был несравненно выше классом, но отнюдь не выглядел рыцарем без страха и упрёка. Молодцы в красном порой забывались в сладких грёзах цифр на табло. И дальше действие шло почти по Пушкину. Ты догадайся, мой читатель, с кем бился доблестный Руслан. И у чужой рамки железнодорожники вдруг начинали высокомерную и бесполезную перепасовку. То и другое, разумеется, вызывало приступы праведного гнева Юрия Сёмина. Что касается хозяев поля, то им не хватило элементарной выучки. Бузникин расстрелял ворота Памузуна после нелепой срезки защитника. Ещё дважды Зиловцев наказывали мастерские удары Маминова со штрафных. И, наконец, длинноногий Абёра показал себя способным спринтером. И его удар довершил кошмар на Восточной улице. Увы, ремонт Зиловского автомобиля явно затянулся.